Утро Руливают на старт, чтобы лететь на боевое задание, а он проспал все на свете. Его забыли разбудить. Ген огляделся и увидел спящих товарищей. Сразу отлегло от сердца. Никто его, слава богу, не забыл. Опробуют моторы, значит, будут вылеты. Не дожидаясь команды подъем, Гена начал одеваться. После того, как он слетал на боевое задание в разведку, Ген почувствовал себя полноправным членом экипажа. И теперь все, имеющее хотя бы какое-нибудь отношение к полетам, радовало его. Что же говорить о летном снаряжении, на которое так приятно было смотреть? Еще приятнее знать, что оно принадлежит тебе по праву. С удовольствием натянув комбинезон, надев сапоги, Гена, нахмурившись, взял ремень с кобурой и пистолетом. Подпоясывался он, не торопясь, небрежно, будто кто-то мог наблюдать за ним. Гена уже и думать забыл, как на следующий день после его приезда в полк командир экипажа, старший лейтенант, полетел с ним в зону и помотал так, что когда они приземлились, Ген стал просто дурно. И он очень боялся, что командир заметит. Тогда прости, прощай, боевые вылеты. Но старшему лейтенанту, видно, все это было неинтересно. Спрыгнув на землю, он, ни слова не говоря, махнул Ген рукой и не спеша пошел от самолета. Примерно через час, когда Ген окончательно пришел в себя, старший лейтенант, встретив его у столовой, спросил. Ну, как? Понравилось? Конечно, поспешно ответил Гена. Очень понравилось. Ответил так, будто речь шла о катании на карусели. Старший лейтенант усмехнулся и промолчал. После этой встречи Ген ходил, как в воду опущенной. Неужели догадался? Уж больно ехидной показалась Гене эта усмешка. Но прошел еще день, и они полетели на боевое задание. В разведку. И сразу забылись все эти страхи. Одевшись и прицепив к поясу шлемофон, Ген счел себя готовым. Пока поднимутся другие стрелки, он решил выйти из дома и поглядеть, не затянуло ли звезды облаками. Стараясь не шуметь, Гена спустился со второго этажа по широкой деревянной лестнице с резными перилами, все время ощущая приятную тяжесть пистолета, чуть-чуть оттянувшего ремень справа бока. Шлемофон в такт его шагам слегка похлопывал по ноге. Закрыв за собой массивную входную дверь, Гена оказался на каменной площадке вроде крыльца, на три ступеньки, возвышающейся над землей. Он остановился, зажмурившись и запрокинув голову, вдохнул холодный, сырой, от рассеивающегося тумана воздух, потом открыл глаза, огляделся, расцветало. Сыроватая мгла растекалась, уходила, и в светлеющем воздухе все явственнее, резче обозначались деревья, дорожка, ведущая от дома, кусты, металлическая ограда. Небо как бы раздвигалось, обнажая бледную голубизну высоты, где уже не было видно звезд, а там, из-за волнистой розовой полосы, тихо разливающейся над крышами городка, в желтовато-белом накаленном кольце, медленно выплывало солнце. Замолчали моторы на аэродроме, набежал и затих предрассветный ветерок. Все замерло, затаило дыхание. Пока солнце поднималось все выше и выше, и светлело, и уменьшалось, будто таяло, отдавая тепло и свет. Прислонившись к дереву, замерло часовой, завороженно глядя туда, на восток. Стало совсем светло. Небо было чистым. Только на западе оно казалось чуть темнее. Наверное, так и должно быть, пока солнце не забралось повыше. Небо чистое. Значит, будут вылеты. Гена, как старый воздушный волк, цепким, примеривающимся взглядом скользнул по небосводу, слева направо по часовой стрелке, потом справа налево. И, вернувшись к тому ориентиру, с которого начал обзор, островерхая башенка со шпилем, почти в створе солнца, уже больше не мог оторвать глаз от этого места. Он смотрел на волнистые, изменчивые переливы света и сияния, на сверкающее солнце, уходящее в вышину, и подумал, что именно там, вот за этой башенкой, есть тот самый край земли, за горами, за долами, откуда оно выплывает в своем бело-золотом ослепительном ореоле. Заглядевшись, Гена, как и часовой, боялся двинуться. И неизвестно, сколько времени они простояли бы так, но дневальный скомандовал подъем, и сразу оборвалась тишина. Дом ожил, наполнился голосами, топотом сапог, заходил ходуном. Наконец-то завтрак пройдет быстро и на аэродром. Гена не мог ускорить течение времени. Ему казалось, что все делается крайне медленно, как будто это запасной полк, а не фронтовое подразделение, которое в любую минуту может получить боевое задание. Он раньше всех позавтракал и раньше всех оказался возле своей пятерки. На летном поле было пустынно. Гена похаживал около самолета, то и дело поглядывая в сторону КП, откуда должны были появиться летчики. Он решил проявить характер и залезть в кабину, когда придет командир. Но летчики не показывались, и нетерпение его росло. Мимо стоявших в одну линию самолетов эскадрильи гремя баллонами с воздухом проехала полуторка, и опять все тихо. Потом, правда, в другой стороне, не там, где находился КП, возникла высокая фигура в комбинезоне. Когда фигура немного приблизилась, Ген узнал своего механика. Это был хороший признак. Сначала приходит механик, потом летчик. Механик слегка кивнул Гене, достал из кармана комбинезона отвертку, открыл нижний бронелюк мотора и засунул туда голову. Что-то он там высматривал или делал, Гена не мог определить, так как видел только его спину, а подойти поближе и заговорить постеснялся. Этот механик, как казалось Гене, был человеком мрачноватым, к тому же намного старше его, лет на десять, а то и больше. Старик стариком. Покопавшись, механик закрыл бронелюк, вытер руки ветошью и, ни слова не говоря, удалился. А летчики все не шли. Ген решил снять с себя запрет и забрался в свою кабину. Первым делом он тщательно осмотрел пулемет. По всем правилам, как учили. Проверил магазинную коробку, положение ленты, предохранитель, подвигал ствол по вертикали, потом по горизонтали, турель шла, как и полагалось. Легко, с мягким, чуть слышным постукиванием. Все в порядке. Он был готов к бою. А вылет почему-то задерживался. Как будто наши наземные войска, добивающие фашистов, не нуждались в поддержке с воздуха. Или, может быть, уже больше не существовало целей для атаки штурмовиков. Например, танковых колонн противника, двигающихся из глубины обороны к переднему краю, огневых рубежей, ближних аэродромов. Гена уселся поудобнее на широкую брезентовую ленту, вроде гамака, упершись ногами, чтобы не раскачиваться, закрыл глаза. Лучше уж думать о чем-нибудь другом. Как он делал дома, когда голодным ложился спать, и так сосал под ложечкой, что невозможно было заснуть. И он заставлял себя думать не о еде, не о том куске хлеба и сахара, которые лежали в шкафчике, и которые они с матерью съедят утром за чаем, а о том, например, как он садится в истребитель и поднимается в небо и летит на перехват юнкерсов. Так и засыпал. И, наверное, уже во сне пикировал на черные самолеты с крестами и до боли в пальцах сжал на гашетки. Когда Ген просыпался, было уже утро. Иногда он не мог вспомнить, видел во сне или нет, как вспыхивает юнкерс и в дыму несется к земле. Но сейчас думать о другом Ген не мог. Как ни старался. Мысли все время возвращались к тому вылету, единственному боевому вылету. И каждый раз вспыхивали новые подробности, которые вроде забылись или сначала казались неважными. Но выходит, нет, не забылись. И теперь уже без них нельзя, потому как иначе все нарушается и становится непонятным, почему командир и он сам действовали так, а не по-другому. Они полетели в разведку без ведомого. Воздух был наш. И Берлин рядышком, и бои шли в самом городе. «За воздухом посматривай», сказал командир. «Есть», — ответил Гена. А может, и не ответил, только кивнул. Голос плохо слушался, во рту был слух, но «посматривай» засело в нем. Когда рулили на старт, ему казалось, что земля в бугорках и трещинках со старой, выцветшей и зеленой, молодой упругой травой, наклоненной воздушным потоком, его привычная земля, по которой он ходил, не замечая ее, теперь уже другая. И не его. И Евгений сжал сердце. Ему стало страшно покидать эту землю, отрываться от нее. Страх прошел, когда они набрали высоту. Легли на курс, и Гену захватило чувство полета. Кругом все голубело. Солнце стояло почти в зените. Кое-где выше них растекались легкие перистые облачка, сквозь которые просвечивала голубизна. Видимость была отличная. Внизу чуть покачивалась земля, темная полоска леса, кусочки зеленеющих полей, домики, ниточки дорог. За воздухом посматривай. По всем правилам обзора, как их учили, он несколько раз обижал взглядом все видимое пространство. И потом снова, но уже не торопясь, методичнее. Все было чисто вокруг. Искрилась голубизна, в тишине таяли облачка, и ровно звенел мотор. Но холодок тонкими струйками пополз по гениной спине. Мессеры могли свалиться на голову в любую секунду, а он и не заметит. Воздух над ними так сверкает, что больно глазам. Смотреть можно несколько секунд, потом перед глазами плывут оранжевые круги. Оторвешь взгляд, а мессеры или фокеры тут как тут. Гена встал. Так обзор был лучше, да и действовать сподручнее. Самолет шел ровно на одной высоте. И Гена понемногу приспособился. Пока смотришь вниз, налево, направо, глаза отдыхают. Потом вверх и опять вниз, налево, направо. Цели надо выискивать, не ждать, пока тебя пришьют. Так говорил им курсантам капитан, начальник летной школы. Цели надо выискивать, не ждать, пока тебя пришьют. И опять Гена почувствовал холодок на спине. Справа мелькнуло темное пятнышко. Мелькнуло и пропало. Почудилось? Ну, появись, давай. Ничего, только искры в глазах. Да нет, не искры, это воздух такой розовый. Что за черт? Розовый. Розовый воздух. А теперь красный. Гена зажмурился, сосчитал до трех, открыл глаза. Воздух был красно-розовый. И только над ними все голубело по-прежнему. Посмотрев вниз, понял, красный воздух это отблески огня, гигантских пожаров, бушевавших там, впереди. Командир заложил глубокий вираж. Земля в серой клубящейся пелене дыма качнулась и пошла вверх. Гена прижала к стенке кабины. Он чуть присел, потом почувствовал, что самолет набирает высоту. Когда выровнялись, Гена опять увидел разрезанные дорогами островки леса. Плотная серая завеса дыма с темными растекающимися пятнами, сквозь которые пробивалось пламя, осталось позади. И тут Гену услышал хлопок, будто лопнул детский воздушный шарик. Один, второй, третий, и одновременно справа и слева возникли белые облачка, похожие на маленькие парашютики. Они быстро таяли, но сразу же появлялись новые, все больше и все ближе к ним. Командир начал швырять самолет из стороны в сторону, вверх, вниз, а парашютики не отставали, стараясь дотянуться до них, дотянуться и уничтожить. Земля то уходила, то надвигалась, Гену мотала, но он все-таки увидел пушки, укрытые в лесу, по пламени вылетающему из стволов. Гена приладился и дал одну за другой три короткие очереди по этим желто-красным языкам пламени. И сразу в шлемофоне встревоженный голос командира. Почему стреляешь? Возможно, Гена промедлил долю секунды, не больше, но тут же последовало резко, требовательно. Отвечай. Стрелял по зениткам. Хорошо. Это хорошо прозвучало с удовлетворением. А потом, когда лесок уплыл назад и зенитки уже не доставали их, они опять попали в зону пожаров и опять летели в красном светящемся воздухе. Но теперь уже под ними был Берлин. Дым и пламя. Черные дома, черные прямоугольники улиц, черные провалы развалин, вспышки огня. Рядом с самолетом в восходящих токах воздуха крутились кусочки сгоревшей бумаги, крупицы сажи, копоти. Казалось, горел сам воздух и уже трудно было что-нибудь увидеть в этом сплошном огне. Гена не мог сказать, сколько минут или секунд длился этот полет. Он только заметил, что над ними посветлело и огонь бледнеет, как бы раступается. И теперь видно, это не огонь, а воздух розовый от огня. А потом стал еще светлее, и кругом уже была ясная солнечная голубизна, и внизу зеленели поля, и топорщились крыши домиков, и спокойно ровно звенел мотор. Будто в нескольких километрах от них не горел Берлин, и Гитлер не был в Берлине, и не было на свете никакой войны. Они летели домой, на свой аэродром, эти прозрачные глубокие дали уже не казались генеопасными. Теперь он имел некоторые представления о том, что такое настоящая опасность. А вот их колокольня на краю аэродрома. Командир делает круг и идет на посадку. Земля быстро приближается и убегает назад. Легкий толчок, еще один, и они не спеша рулят на стоянку. Они дома. Вернулись из боевого вылета, и все в порядке. Командир выключил мотор, но Гена не торопился вылезать из кабины. Эй, младший сержант, ты что там закопался? Командир зовет, крикнул механик. Гена еще раз вдохнул как можно глубже и спрыгнул на землю. Командир ждал его. Он уже отошел на несколько шагов от самолета, но остановился и ждал, пока Гена подойдет к нему. Товарищ старший лейтенант начал Гена, подойдя к командиру и становясь по команде смирно. Ладно, оборвал его командир и, глядя в глаза, спросил. Видел, как горит Берлин? Видел, товарищ старший лейтенант. Теперь все. Понял? Войне конец. Понял? Он положил руки на Геннины плечи и приблизил его лицо. Гена удивился. Командир всегда сдержанный, словечко лишнего не скажет. И вдруг такое. Теперь, сидя в кабине воздушного стрелка и вспоминая минуту за минутой свой боевой вылет, Гена связал два этих разговора с командиром в воздухе и на земле. Будто опять услышал Гена голос командира. Почему стреляешь? Но только сейчас понял, что встревожило командира. Ведь их могли атаковать мессерой. И Гена мог стрелять по мессерам. Вот почему командир сказал хорошо, со вздохом облегчения, когда Гена ответил, что стреляет по зениткам. По зениткам, а не по мессерам. Нет, командир, конечно, не испугался мессеров, ведь дал он их. Просто ему было обидно, очень обидно сама мысль о гибели, когда горит Берлин и войне конец. Так он и сказал, когда они прилетели. Войне конец. Мысль эта появилась неожиданно. Неизвестно, откуда взялась, но как это бывает с тем, что очевидно, сразу утвердилось. Без всяких сомнений. Будто Гена знал об этом всю жизнь. Тут и говорить нечего. Командир испугался за своего стрелка. Ведь он не хотел его брать. Сказал, что полетит один, что ему разрешили летать одному. А Гена стоял перед ним, и не было у него таких слов, чтобы ответить командиру. Потому что остаться, когда его командир улетит на боевое задание, было для Гены хуже смерти. Гена стоял перед командиром, смотрел на него и молчал. и чувствовал, что у него дрожат губы, он ничего с этим не может сделать. Наверное, командир понял, что творится у Гены в душе, и что не брать его нельзя. Он махнул рукой, черт с тобой, полезай в кабину. А потом, когда они рулили на старт, и Гена близко, будто впервые увидел землю в бугорках и трещинках с наклоненной воздушным потоком травой в перемешку старой, выцветшей и молодой зеленой, ему стало страшно отрываться от этой земли, и он возненавидел себя за этот страх. Но страх прошел, когда они набрали высоту и легли на курс. И Гену захватило чувство полета, а потом его кольнуло за воздухом посматривай, и он ждал атаки и боя. А потом... Но у Гены не было сил снова раскручивать этот клубок и переживать все сначала. Он сдернул с головы шлемофон, вытер рукавом под солба, вот чудеса. Будто он и вправду только что побывал над горящим Берлином и попал под зенитный огонь, и бил из пулемета по желто-красным языкам пламени, вылетающим из пушек, и до воли в глазах вглядывался в сверкающую синеву, чтобы не упустить тот момент, когда на них свалятся мессеры или фокеры. Теперь надо успокоиться, прийти в себя. от сиденья в неудобном положении у Гена заныла спина, затекли ноги, пора размяться. Гена закрепил пулемет и вылез из кабины, попрыгал, несколько раз присел, походил около самолета. Аэродром был по-прежнему пустынным. Лишь у нескольких самолетов виднелись фигуры технарей в серо-бурах комбинезонах. Погода установилась самая, что ни на есть летная. Небо синее, высокое, с редкими неподвижными белыми и пухлыми, как снежные сугробы облаками. Солнце стояло уже над головой и начало помаленьку припекать. Если торчать тут, на самом солнцепёке, разморит окончательно. А ему лететь, вернулся к самолету и сел на землю в тень, под крыло. От земли шёл густой, влажный, острый, будто горьковатый на вкус дух, весенний дух. Гена лёг на спину, положил руки под голову, закрыл глаза. Ему вспомнилось, с каким нетерпением ждал он всегда весну. Замечал по разным приметам, как она приближается, как приходит и начинает хозяйничать. В поле, в лесу, на улице. В такие дни они всем классом, даже девчонки, убегали с последних уроков, а Гена с своим дружком Петькой шёл в лес. Там было сыро, под ногами хлюпало, кое-где в низинках ещё лежал снег, тёмно-серый, почти чёрный, как земля. А на буграх, покрытых выцветшей прошлогодней ветушью, уже зеленела молодая трава. И даже в чаще было светло, потому что деревья стояли голые. А если запрокинуть голову, сквозь ветви виднелось всё небо, синее-синее. Не сговариваясь, они находили свою тропку, узнавали на ней всё, низкую, разлапистую, тёмно-зелёную ель. Она одна выделялась тут среди голых, чёрных стволов. Старый мшистый пень с выпирающими из земли корявыми корнями. А в стороне от него свежие кротовые норы и кучки выброшенной земли. Чуть дальше стоял раскидистый, могучий ясень. Первые птицы уже прилетели, перекликались, в воздухе звенели их песни, и они с Петькой останавливались и угадывали голоса. Дрозд, зяблик, крапивник. А тропинка поднималась на пригорок, и что-то незаметно менялось. Они замедляли шаги, с замиранием сердца, ожидая, что сейчас это произойдёт. Но каждый раз оно происходило неожиданно, и не так, как раньше. Неожиданно в долю секунды раступался лес, и в глаза ударял свет, и в переливах света возникал белый, совсем белый березнячок, и они с Петькой застывали на месте. Тоненькие берёзки разбегались во все стороны, аукались, прячась друг от друга, выглядывая, опять скрываясь. они светились, и свет разливался между стволами и уходил в синего неба. А ну, парень, посторонись, малость, услышал Гена над собой густой, чуть хрипловатый голос. Гена вскочил и увидел оружейника, соршину Гермакова. Вчера Ген наблюдал, как Гермаков играючи обращался с бомбочками, и теперь смотрел на него с почтением и некоторым любопытством. Человек, как человек, роста обыкновенного, в плечах, правда, пошире других, но не так, чтобы уж очень, а сила какая. Как схватит своими ручищами, так и всё, и пикнуть не успеешь. Гермаков поочерёдно открыл бомбовые люки, что-то там проверил, снова закрыл, и, выпрямившись, заключил порядок. Сыпьте их прямо ему на голову. Кому на голову? Как кому? Гитлеру. Значит, летим, обрадовался Гена. Эш, ты какой прыткий, усмехнулся Ермаков. Мы ещё поглядим, годен ли ты к строевой. Я серьёзно обиделся Гена. А если серьёзно, так загорай. Твоё дело такое. Прикажут, полетишь. Понял? Я думал, вы знаете, вздохнул Гена. Ермаков внимательно посмотрел на него. Откуда ты такой выискался? Небось, года себя приписал. Ничего я не приписывал. Гене сразу стало скучно. Слыхал он такое. Всё одно и то же толдычит. Как будто дело в годах. Ну, допустим, и приписал. Что из этого? Гена молчал. Но всё это было написано на его лице. И Ермаков сказал примирительно. Ты, парень, не обижайся. Года дело наживное. Ну, и насчёт ума-разума тоже прибавится. Так что перспектива у тебя имеется. А это человеку главное, чтобы была перспектива для роста. Ермаков говорил серьёзно, только глаза его посмеивались. Однако Гена никак не отозвался на эти шуточки. Не обиделся, не разозлился. Может, до него и не дошло. И Ермаков решил, не к чему тут разоряться. А главное, ему почему-то расхотелось в таком духе разговаривать с этим лопоухим пареньком, что смотрел на свет Божий синими, как у красной девицы глазами, будто вчера родился. Захотелось провести ладоню по его стрижной голове, похлопать по плечу. Так, малый, так. Ты, Ген, не тушуйся, пока я здесь, с тобою будет полный порядок. Но этого Ермаков не сказал. А наоборот, сделал Гене выговор. А почему, между прочим, ты здесь торчишь? Вам, стрелкам, приказано не отлучаться с КП. Я думал, думать не твоя забота. Иди-ка лучше на КП, книжку почитай, а то письмецо напиши, дескать, жив-здоров, чего и вам желаю. Готовьте, дорогая маманя, угощенье, скоро буду собственной персоной. Как Гитлер и сдохнет, так и приеду. А дело это близкое, может, завтра, послезавтра. Их, так что ждите маманя в скорости. Проговорив все это, Ермаков на прощание дружески хлопнул Гену по спине, Гену покачнулся, но устоял на ногах и пошел к следующему самолету. Все это было более чем странно. Никто никуда не торопился в летную погоду в 35 километрах от Берлина, сегодня, вчера, позавчера, три дня подряд. Конечно, высшему командованию виднее, что к чему. Наверное, оно держит полк в резерве, подумал Гена. Резерв есть резерв. Значит, такая судьба. С тяжелым сердцем Гена поплелся на капе. После обеда стрелки его эскадрильи были отпущены с капе. Ген вместе со всеми пошел в общежитие. Никто никуда не торопился. Ребята занялись своими делами. Кто чем. Гена пробовал и писать, и читать, но все бросал на полдороги. Он слонялся по комнатам, выходил на крыльцо. Где был командир, Гена не знал. Ему очень хотелось встретить командира и расспросить его напрямую о боевой задаче полка, проверить свои предположения насчет резерва. Но ни на капе, ни в доме командира не было. Гена от нечего делать подсел к столу, где играли в шахматы. Здесь было, по крайней мере, не так шумно. Вошел кто-то из стрелков и сказал, что летуны собрались в штабе. Ничего особенного в этом не было. Дело обычное, но довольно громкий разговор при этом сообщении прервался на полусловии, а шахматисты многозначительно переглянулись. Впрочем, никто ничего не сказал, и пауза была короткой. В штабе так в штабе. Значит, опять ждать. Гена снова спустился вниз и вышел на улицу. Солнце уже клонилось к горизонту. Порозовел небосклон, засветились золотом края волнистых облаков, сгрудившихся на западе. наступал вечер. И теперь было ясно, если летчики получают задания там в штабе, то на завтра. Конечно, так и есть. Предполагается массированный налет всего полка на опорные пункты противника. На подготовку этой операции ушли последние два дня. Срок небольшой, если учесть, что не так просто разработать план взаимодействия с наступающими наземными войсками. Вот в чем дело. А он-то лопух не может понять, почему они бездействуют. Только сейчас, когда все разъяснилось, что дело обстоит именно таким образом, в этом сомнении уже не было, Гена почувствовал, как устал за день. Ничего не делал, а устал, будто на нем в воду возили. С трудом поднялся по крутой скрипучей лестнице в зал, где помещались стрелки, стащил сапоги, бухнулся на постель. Какие-то секунды он еще слышал голоса, потом они начали отдаляться, тускнеть, потому что самого его понесло вниз, в черный провал. Его несло, и он не мог ни шевельнуться, ни крикнуть, и ужас сковал все тело, и оно начинало леденеть, и лед добирался до сердца. Только одна мысль вспыхнула и не уходила, рвануться, пока лед не дошел до сердца. Он собирает всю волю, все силы, будто по капле, еще и еще. Теперь можно? Нет, надо еще, а то не хватит сил, пора. Он выпрямляется, и падение останавливается. что-то подкатывает к сердцу и отступает, становится легко. Он вдыхает полной грудью, вокруг светлеет, и он ощущает себя в плавном полете. Он парит и кружит, как птица, потом спускается и сквозь застывшие облака видит пустынную дорогу, огибающую лесок. И дорога, лесок чем-то знакомый. Он здесь был, только не знает когда. И вот он уже не летит, а идет по этой дороге и не слышит своих шагов, потому что здесь все мертво. И свет серый, безжизненный, застывший, как и облака. Сейчас дорога прижмется к лесу, и как раз в этом месте он сядет на обочину, свесив ноги в канаву, на дне которой валяется пустая консервная банка. все это было. Кусочек дороги, подступавший к самому лесу, осыпающаяся канава с желтым песчаным дном, и пустая консервная банка была. Он знает, что сейчас разорвутся застывшие облака, только это не облака, а клубы пыли, и он свалится в канаву, и консервная банка вдавится в шею, и земля закачается, и на него посыпется песок. Но ничего такого не происходит. Или это уже произошло? Он бежит, почти не касаясь земли, бежит изо всех сил, чтобы догнать маму, пока она не скрылась за поворотом дороги, но она сама поворачивается к нему, идет навстречу, и он видит ее лицо, глаза, сбившуюся косынку, растрепанные волосы, и кричит «Мама!» и рвется к ней, бежит, но не может приблизиться «Мама!» «Мама!» кричит он и чувствует, что его крик тонет в грохоте, что-то тяжелое, холодное наваливается на грудь. Гена, собрав все силы, двумя руками сбрасывает с себя этот тяжелый камень, садится перед глазами, как из тумана выплывает кусок сводчатого потолка, узкое вытянутое окно, потом черная люстра, зажженными лампами, похожая на гигантского паука с множеством горящих глаз. Ну да, это зал, где спят стрелки, и ребята, стуча сапогами, бегут вниз, и там на улице грохочут выстрелы, а сам он сидит на кровати, и это уже не сон, налет, на аэродром, скорее вниз. Гена лихорадочно натягивает сапоги, застегивает ремень, и вслед за другими, также стуча каблуками по деревянным ступенькам, почти скатывается вниз, но крыльце останавливается, пытаясь сообразить, где свои, где немцы. Стрельба идет со всех сторон, кто-то толкает его в спину, чего стоишь, давай, давай, и тут же с ожесточением разряжает воздух всю обойму. Гена все еще не понимает, что происходит. Он стоит в нерешительности, и опять кто-то хватает его за руку, стаскивает с крыльца и, приплясывая, сорванным голосом кричит, что есть мочи. Ура! Победа! Войне! Конец! Голос тонет в общем шуме, криках, трескотне автоматных очередей и пистолетных выстрелов. Теперь, привыкнув к темноте, Гена различает в сумеречном мерцающем отблеске звезд пляшущие, орущие фигуры. В небе огненным пучком взрывается первая ракета, медленно осыпаясь горящими каплями и в ее тающем красноватом свете уже видится вся картина, прыгающие на месте, стреляющие в воздух, бегущие к самолетной стоянке люди. Гена срывается с места и бежит вслед за всеми. Он подбегает к своему самолету, забирается в кабину, срывает чехол с пулемета и дает вверх короткую очередь. Небо полыхает разноцветными зорницами, одна за другой вспыхивают ракеты, в их ослепительном белом, зеленом, красном свете возникает то кусок поля, то фигура людей, то самолет. Наверное, никто не смог бы сказать, сколько продолжался этот первый хмельной фейерверк победы. Он начал затухать по мере того, как подходил к концу боевой запас в обоймах, дисках, лентах. Стрельба стихала и небо гасло, вспыхивая лишь время от времени. Первая волна ликования прошла, наступила пауза, короткая передышка. Что делать дальше? Бежать к дому, оставаться здесь? Но Ген уже чувствовал, как поднимается в нем непреодолимое желание быть вместе со всеми, чтобы тебя тащили, толкали, хлопали по спине, клали руки на плечи. Прямо над головой загорелась и повисла ракета, и в ее томительном, нестерпимо белом свете возникла фигура командира с поднятым вверх пистолетом. Гена спрыгнул на землю, бросился к нему и остановился, увидев близко его напряженное, сжавшееся, как от внутренней боли лицо. Гена замер, но командир сам схватил его за шею, прижал к себе, потом оттолкнул и побежал туда, куда бежали все, к летному полю, где было свободно, где хватит места для всех. Никто не отдавал никаких команд в эту ночь, но все делали одно и то же, повинуясь тому чувству, которое владело каждым в отдельности и всеми вместе. И Гена бежал за своим командиром и что-то кричал, уже забыв, что минуту назад испугался его лица, на котором проступила боль. Но боль появилась и отступила. Радость была больше, сильнее боли. Боль у каждого была своя, а радость общая и торжество общее. Пройдет много лет и многое забудется, а эта ночь у всех, кто был там, останется в памяти до конца дней. Разные моменты жизни, когда хорошо и когда плохо, в минуты удачи, в минуты горечи, обид, нежданно, неведомыми путями придет это воспоминание. И каждый увидит свое и себя тогдашнего, молодого, счастливого. И как негаснущая изорница вспыхнет живой отблеск того чувства, которое владело всеми вместе. вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!